Всем привет! С вами Вова. И сегодня я вам покажу китайского раптора. То есть, это не раптор из набора Джосик Волт. Он ко мне пришел из Китая. Но он ничем отличается. Очень отличный раптор, мне понравился. Но сейчас мы посмотрим на минусы и плюсы этого детеныша. Вы слышали, что раптор это карлик-динозавр, который никогда не растет. То есть, они всю жизнь маленькие. Но все равно они для обычаей лего мини-фигурки маленькие. Вот сейчас даже... Вот, и я взял своего самодельного чувака из Лего Парка Юрского периода из фильма. Конечно, говорят, что эти динозавры карлики, но посмотрите, какие они большие для обычаей мини-фигурки лего. Посмотрите, но они не большие для тираннозавра Лекса, для этого динозавра леговского. Они для него маленькие. А вот для вот этого чувака... Он большой. То есть, он может его раздавить хорошенечко, потому что он... Ну, посмотрите, какой он большой. Даже в лежачем положении. У него даже больше деталей. Чтоб его собрать. Ру, лапы, ноги, голова, челюсть. Не понимаю, по чему челюсть делают. Ну, у меня нету оригинальной фигурки Лаптора. Поэтому я не знаю, хвосты у них снимаются или нет. А в Китае... Ну, тут она не снимается, потому что она китайская. Да посмотрите, он такой большой с этим малышом. А если во втором полугодии 2016 года его сравнять с маленьким ребёнком из Лего Сити второго полугодия 2016 года, тогда он вообще его... Как пластилин. Или как воду. Или как ещё, не знаю что. Да он просто... Ну, уже поняли. Он может его раздавить. Может даже такую сценку придать, как он раздавливает, расплющивает этого... Не знаю кого. Чувака из паркьюского периода. Он просто пришёл убивать динозавров, охотиться за ними, за мясом, чтоб Лего Сити не страдала от голода. Но придётся страдать ему. Пришёл большой лаптор. Ам-ням-ням-ням-ням. А если этого малыша сравнивать с Тиранозавром Рексом, то он, наверное, вообще в пастилу поместится. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Как у моего монстрика из Лего Хилл Фректури. Ам-ням-ням. Ну, вы поняли. А теперь о подвижности. Пусть он тут постоит, потом надену на него. У него двигаются ноги. Двигаются ноги. Лапы двигаются, лапы двигаются. И почему-то это так легко. Вот эта лапка. Вот эта лапка вот так легко. А вот эта как-то вот так. Но нелегко. Но хвост у него не движется. Голова движется, часть открывается. И такие щёлчки издаёт. А в пасте тут дырка, которая ведёт к пространству этого лаптора. Вот сюда. Сюда. Ну, не знаю, наверное, сюда. Сюда. А потом он выплюнет его скелета. А теперь о минусах этого лаптора. Тут очень много таких полосок, как будто его китайцы просто разрезали и сделали из него игрушку. Ну, реально, посмотрите, сколько тут полосок. Тут аж три, а тут... Ну, ладно, на, тут три. Я даже не знаю, у оригинальной фигурки будет такое. Ещё тут такое же. Тут тоже. И оно может отвалиться. Кстати, у меня есть ещё один китайский лаптор. Второй лаптор китайский. Тоже из Китая. И у этого лаптора вот эта штука отвалилась. Ну, я её подчинил, просто поставил. То есть китайцы сделали это отдельной деталью. Это как-то странно. Я... 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 А теперь о плюсах. Ну, о каких тут плюсах. Это ведь из Китая. Он, кстати, я забыл. Он не воняет никак в обычных китайских игрушек. Чуть-чуть воняет. Ну, это ничего, уже убралось. Пластик такой. Ну, мне нравится. Кому-то он не понравится. Но мне нравится. То есть это сборная фигурка. А да, ещё тут точка. Это тоже минус. Так, плюс второй. Тут всего два плюса. И четыре минуса. Раз, два, три, четыре. Ну, тут точка. Покраска. Ну, мне понравилась. И, кстати, я думаю, и даже другие люди, и другие люди, которые делали обзор на вот эту фигурку и на других наборах по Jurassic World, думают, что они, леговцы, переделали Раптора из Лего Дина, старая серия, 2012 года, по-моему. Мне было, наверное, пять или шесть лет, то, что не помню. Там все думали, что просто взяли динозавра Раптора, например, с Лего Дина, и его перекрасили. То есть того взяли, его покрасили в белый, а потом его уже смывают белый, если я не ошибаюсь. Если я ошибусь, напишите в комментариях. И они сразу начинают рисовать все это, татуировки, татуировки рядом с глазами, татуировки вокруг глаза, татуировки на хвосте, татуировки тут, татуировки там. Но это не татуировки. И все теперь думают, как это. Есть отличие у этого Раптора с Раптора Лего Дина, чтобы люди не догадались, что леговцы перекрасили Раптора с Лего Дина на вот это. Они покрасили специально ногти. То есть там в Дина они были белыми, а тут уже черные. Черные ногти. Ну, я, конечно, не верю, что вот эта красота выливалась из китайского подвала. Я не знаю, как они так сделали. То есть это как-то круто. Такой крутой Раптор. Очень даже похож на оригинал. Даже кто-то хотел написать в комментариях, что это оригинал с набором. Но нет. Он из Китая. И посмотрите, покрас у них одинаковый. Хотя этот с Америки, с Лего, этот с ОБМ, этой компанией, которая сделала Лего Супергерои Миньоны. Вот эта компания, она из Китая, она нарисовала неплохо. А эта от Лего, и тоже они нарисовала неплохо. Это с Америки. И они вместе как оригинал какой-то. Видишь, шапочка улетела. Он как оригинал. Я даже не верю, что он из китайского подвала вышел на свет. Даже не знаю. Ну, бывают какие-то дешевые китайские ерундушки, дужки, которые очень такие, ну, противные. Вот посмотрите на канале обзора игрушек товарища Сафронова. Он делает китайские поделищные игрушки. И вот там он показывает вместо меня эти китайские игрушки. Так на моем канале будет мало обзоров на китайскую фигню. Потому что эту ерунду можно найти на этом канале. В подписку идите. И там бывает, что китайские игрушки очень качественные. Например, китайское Лего Некса Найтс. И тут тоже очень хорошее качество. А бывают вот такие опасные игрушки, как, например, Бен Тен, который держится за живот. Вот зомби-щенячий патруль и свинка из космоса. Вот так написал в описании товарищ Сафронов под своем видео. Где там была свинка из космоса и зомби-щенячий патруль с Бен Теном. Который держится за живот. Кстати, подпишитесь на его канал, я прошу вас. Он на первом месте в самых популярных каналах Лего в России. Ну, на этом у нас все. С вами был Вова. Всем пока. До скорого. Крути. Еще тут пины есть. Субтитры сделал DimaTorzok